Сам конкурс стартовал еще в мае в Ленинском и Московском районах Бреста. Уделу им приняли шматлики предприемств и организации города «Над Богом» в пяти номинациях. Это оформление малых форм и целые композиции «Ля» и на территории предприемств. А в дни святкования Дня города было выражено под 200 выниканий этой прации и провести первый городский фестиваль «Конкурс кветок». Очень интересно. Было очень мало времени, конечно, но мы все в комплексе и дерево сварили, и девушку украсили, все сделали. Хотелось бы, чтобы и дальше каждый год были такие конкурсы. Очень радостно, что к нам пришла такая традиция впервые, правда, этот фестиваль. И хочется, конечно, чтобы он продолжался. Флористическая работа. Я флорист, то есть композиции различные, свадебное оформление, декор. Очень радует, что у нас в городе много представителей, которые могут показать свою работу с цветочной продукцией, разные композиции, что это выдумка красиво, показать красоту нашего города и доставить удовольствие нашим жителям. Были навод и театрализованные представления, как, например, у предприемства «Гандлю Лагуна». Некоторые организации до святых фестивалю «Кветок» створили арт-объекты, которые застанутся, как подарок городу, на годы. Одним из таких стал «Кветковый телефон» с особливостями от Брестского филиала «Белтелекам». Очень хотелось и каждому из наших работников, и нашему предприятию в целом, ну не просто поучаствовать, поучаствовать очень хорошо в чудесном фестивале цветов, краски Бреста, для того, чтобы и жителям города Бреста, и было приятно, и гостям. И самое интересное, что это не просто телефон стационарный, это еще и телефон с беспроводным доступом в сеть интернет, вай-фай. Кировник городской выканавшей «Лады» упомнили, что подобный фестиваль «Кветок» будет проведены и на наступные святы, особливо на юбилей города. Здорово, что апофеозом вот этого оформления явился сегодняшний фестиваль. Он первый, что-то получилось, что-то не получилось. Вероятно, в следующем году мы учтем некоторые моменты, сделаем еще его более массовым с точки зрения участия индивидуальных подворий в этой работе. Ну, польза какая, понимаете? Если школа, если учреждение делает цветовую, цветочную композицию, и потом эта же композиция украшает их офис или вход в их здание, в школу, вероятно, это очень здорово. Это не одномоментная польза для нашего города. А специальный приз был урученый гандльовому предприятию «Лагуна». Юрий Петр, Александр Севицкий, телерадио-компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова